Женщина-хищная птица со скрещенными на груди руками. Такое украшение нашли участники археологической экспедиции на Югорской сопке. Что еще скрывалось под толстым слоем песка, узнала Любовь Пермякова. Экспедиция стартовала 23 июля. В ее составе сотрудники Пустозерского и Ненецкого краеведческого музеев и археологи из Республики Коми. Александр Михайлович Мурыгин, кандидат исторических наук, лауреат Государственной премии Республики Коми, автор 119 научных работ, исследует раннесредневековые археологические культуры народов, обитавших в прошлом на обширной территории Таежной и Тундровой части Крайнего Севера. По словам археолога, в Ненецкий округ он ехал не только с большим рюкзаком, но и огромными надеждами. И наши надежды оправдались. Во-первых, в Осыпи террасы был найден очень интересный подъемный материал, состоящий из керамики, металлических изделий, в том числе обломка металлической культового предмета. в виде женщины с горловой орла. Оно датируется третьей четверти первого тысячелетия нашей эры и принадлежит доненецкому и дорусскому населению. Похожие предметы ранее находили на Ямале. В ходе работ на большой глубине в погребенном подзолистом горизонте были обнаружены десятки фрагментов глиняных сосудов различной орнаментации. Производственные площадки для отливки металла, шлаки, кальцинированные кости животных. Найдены также предметы из цветного металла. Была вскрыта площадь небольшая, свыше 50 квадратных метров. Однако, уже первые работы на памятнике показали, что памятник, как и многие другие памятники Большеземельской тундры, очень сильно перейдут. То есть, на культурном слое 7-8 века была подушка перейдутого песка, где-то порядка 70-80 сантиметров. Именно он помог сохранить культурный слой Югорской сопки на территории Большеземельской тундры. Археологи надеются, что исследования этого и последующих лет смогут пролить свет на историю древнего народа. Следующая экспедиция состоится в 2016 году. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.